День Героев Отечества явился днём образования юно-армии Валдани. В первый отряд вошли 30 человек, а за и воинского дела наравне с парнями будут познавать и несколько девушек. О присоединении школьников к Всероссийскому военно-патриотическому движению в нашем следующем сюжете. Наполняли гордостью военно-патриотические песни, торжественно звучали стихотворения о героическом прошлом великой страны. Так в Алданском политехническом техникуме отметили День Героев Отечества. Почётными гостями памятного вечера стали ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий. Администрации Алданского района совместно с горнорудной компанией «Алдан Золото» в знак уважения вручили ветеранам подарки. День Героев Отечества станет глубоко личным праздником для каждого из 30 школьников. В этот день они получили почётное звание юных армейцев. Старшеклассники изъявили волю верно служить Отечеству согласно, прежде всего, личных убеждений. Однозначно на добровольной основе. И самый главный критерий у нас был, чтобы ребята сдали нормы ГТО, не ниже, там, ну, хорошо. Вновь образованный отряд юных армейцев в Алданском районе стал первым. Всероссийское военно-патриотическое движение призвано возродить старые добрые традиции детских и молодёжных организаций. Создание юной армии преследует единственную цель – подготовку будущих защитников Отечества к прохождению воинской службы. То есть само название «юная армия» уже предполагает, что они будут именно углублённо, усиленно готовиться к службе в журных силах, познавать все войны и науки, тактику, специальную подготовку, строевую подготовку, огневую, стрелковую подготовку. В знак вступления в славные ряды юной армии будущие защитники Отечества надели погоны. Служба предполагает воспитание силы и выносливости, оттачивание физических навыков и боевой подготовки. Обучение будет проводиться в пяти точках. К приёму первых юно-армейцев места службы готовы. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачёв, Дмитрий Заливин, НВК Саха, Алдан.